Йога для всех внутренних органов. Присоединяйтесь. Сейчас мы сделаем позу Вирабадрасана 3, которая относится, конечно, к сложной классификации. Поз, она органично сочетается с Вирабадрасаной 1. И сейчас мы покажем вам вход именно из Вирабадрасана 1. Для того, чтобы сделать Вирабадрасану 3, мы должны встать в стойку Вирабадрасаны 1. Расставить ноги достаточно широко, метр пятнадцать, метр двадцать. Довернуть хорошо таз до перпендикуляра. И согнуть правую ногу в колени. После чего вытягиваем руки вверх, заворачиваем больше плечи изнутри наружу. Переносим вес тела на переднюю ногу. Опускаем руки на коня. И поднимаемся в позу. Для того, чтобы поза была выполнена верно, нам нужно заворачивать бедро верхней ноги больше внутрь. Выравнивать таз. Запястье у нас давят в опору. Задняя нога пяткой тянется от себя. А все туловище продвигается вперед, к голове удлиняя позвоночник. Нижняя нога прямая и отсталкивается от пола. Хорошо. И выходим. Мы ставим ногу далеко и сразу поднимаемся. Итак, мы продолжаем наше занятие, посвященное раскрытию грудины и снятию жестких блоков с мужского тела. Сейчас мы перейдем к прогибам. Для того, чтобы перейти к прогибам, в предыдущих занятиях мы хорошо готовили ноги, тонизировали позвоночник и раскрывали грудную клетку. Вот сейчас мы сделаем тханурасану, которая полностью поможет нам раскрыть грудную клетку, вытянуть позвоночник вверх и в то же время будет хорошо тонизировать бедра. Все это жесткие мышцы, которые нам и нужно сделать мягкими, эластичными и раскрытыми. Итак, Денис ложится на коврик, животом вниз и вытягивает руки назад. Теперь он поднимает каждую ногу и заворачивает бедра внутрь. Ковчик прижимает к полу. Для того, чтобы сделать эту позу, он должен по очереди захватить каждую голень. Руками, вот он дотягивается, опускает ладони ниже, захватывает лодыжки. И сейчас он будет приподнимать грудину. Но прежде чем он это сделает, основное движение в позе, когда голени двигаются назад и за счет этого поднимается грудина. Вот, направляйте голень назад, за счет этого поднимается грудина, работает ключевой пояс. И после этого поднимайте бедра от пола выше и продвигайте грудину в спину. Очень хорошо опускаем. Это тяжелая поза, которая требует определенной согретости мышц и раскрытия передних бедер. Еще хочу обратить внимание на то, что для того, чтобы избежать компрессии в пояснице и ее обезопасить, очень важным движением является направлять копчик вниз, когда поясница удлиняется. И именно давя копчик вниз, когда мы поднимаем грудину, мы продвигаем от копчика в позвоночник вперед и вверх. Сейчас вы все это увидите еще раз. Итак, сделаем еще раз. Захватите, вот Денис заворачивает бедра внутрь, направляет ягодицы к пяткам, нажимая копчик вниз. Хорошо. Захватите, Денис, ваши голени руками рядом со стопами, вот здесь. Вдох. На выдохе направляем копчик вниз. Вытягивайте голени назад и за счет этого поднимайте грудину. Хорошо. Теперь все выше и выше поднимайте бедра от пола, голени назад, бедра от пола, голени назад, бедра от пола. И продвигайте в центр груди в теле. Хорошо. Отпускаем руки, ложимся, отдыхаем. Следующая поза, которая хорошо раскрывает грудную клетку и убирает напряжение со спины, это Чакушпадасана. Поза выгнутого моста. Для того, чтобы ее сделать, нужно лечь на коврик, захватить лодыжки и потом поднять таз. Давайте сделаем. Мы продвигаемся вперед к голове, для того, чтобы отвести трапеции от шеи. Затем ставим стопы близко к тазу и заворачиваем носки стоп больше внутрь. Дальше мы захватываем лодыжки, делаем глубокий вдох и на выдохе поднимаем таз от пола. Наша задача стоять на самых макушках плечей. Колени двигаются от таза, как бы вытягивая бедра из таза, удлиняя передние бедра. Сам таз идет вверх в потолок, а грудина встает все более и более перпендикулярно к полу. При этом в этой позе хорошо вытягивается шея и удлиняется по коврику. Расстояв в позе 15-20 секунд, мягко отпустите лодыжки, положите в вашу поясницу, вытяните ноги, расслабьтесь. Итак, наше занятие сегодня подошло к концу. Соедините руки в намасте, вытяните спину. Спасибо всем за практику. Выполняя этот комплекс регулярно, вы почувствуете целительное действие упражнений. Исчезает дискомфорт при болях в спине и при нарушениях осанки. Возрастает тонус мышц спины и грудной клетки. Мы продолжим изучать эти асаны в следующих выпусках «Йоги для всех». Не пропустите. До встречи. Субтитры создавал DimaTorzok